Друзья, приветствую! Сегодня с вами разучиваем мелодию 7.40. Это еврейская национальная музыка. Уверен, что всем понравится. Для начала предлагаю прослушать исполнение этой композиции, а потом вместе с вами будем репетировать, разбирать ноты за нотой, такты за тактом. Приятного прослушивания и приятного разучивания. Субтитры подогнал «Симон» Итак, начинаем видео. Видеоразбор мелодии 7.40. Разберем в начале вступления. На третьей струне на первую ладу зажимаем второй палец и щипаем одновременно пятую и третью струны. После щипка сразу же переводим второй палец с первого лада на второй лад третьей струны и продолжаем палец здесь держать для того, чтобы у нас струна звучала. Дальше мы указательный палец левой руки добавляем на первый лад второй струны и щипаем одновременно первую, вторую, затем шестую струну отдельно, снова первую, вторую, пятую, первую, вторую, шестую, первую, вторую. Давайте посмотрим, как у нас звучит этот такт, если мы его сыграем в оригинальном темпе. Я думаю, что тот мелизм, который мы сейчас с вами использовали, он не сильно сложный, можно порепетировать и все получится. Двигаемся дальше. Второй такт у нас начинается один в один, как и первый такт. Мы возвращаем второй палец на первый лад третьей струны, щипаем одновременно пятую струну, открытую вместе с третьей струной, зажатой на первом ладу, и сразу же переводим второй палец с первого лада на второй. После добавляем указательный палец на первый лад второй струны, щипаем одновременно первую, вторую, затем шестую, снова первую, вторую, отдельно пятую, первую, вторую, шестую струну и отдельно первую струну. Двигаемся дальше. Щипаем одновременно первую и шестую струны, даем возможность шестой струне звучать до конца такта. То есть шестую струну глушить не нужно, потому что это у нас целая нота. Нота должна гудеть это на протяжении всего такта Щипнули 1-ю шестую струны Добавили 4-й палец на 4-й лад 2-й струны Два раза щипнули 2-ю струну Теперь указательный палец левой руки на 1-й лад 2-й струны Один раз сыграли эту нотку И потом открытую 1-ю струну щипаем Снова 2-й Зажатую 2-ю струну на 4-й ладу 1-й лад на 2-й струне Щипаем 2-ю струну Теперь одновременно щипаем открытую первую, открытую пятую Добавляем второй палец на второй лад третьей струны Первый палец никуда не убираем со второй струны, с первого лада Щипаем после того, как первую и пятую щипнули Отдельно щипаем первую, точнее вторую и третью струны Дальше шестую, вторую и третью, пятую, вторую и третью, шестую Отдельно первую И по аналогии с третьим тактом одновременно щипаем первую и шестую струну. Шестой струне даем возможность звучать, не глушим ее. Два раза щипаем вторую струну, зажатую на четвертом ладу. Два раза опять эту струну щипаем, но только уже зажатую на первом ладу. И теперь два раза открытую вторую струну. Один раз щипаем третью струну, зажатую на втором ладу отдельно. И теперь эту же самую ноту щипаем одновременно с открытой пятой струной. То есть третью струну, зажатую на втором ладу, и пятую струну одновременно щипаем. Отдельно шестую струну щипаем, отдельно пятую. Теперь шестую, снова шестую, зажатую на втором ладу. Шестую, зажатую на четвертом ладу. И далее прыгаем на следующую строчку. Теперь обратите внимание, что здесь у нас будет с вами в этом следующем такте открытая реприза. К этому моменту мы с вами еще вернемся. Разбираем дальше. Зажимаем безымянным пальцем левой руки второй лад третьей струны. И можно заранее приготовить второй палец на второй лад четвертой струны. Сейчас ляжет. Но щипаем сначала пятую струну и третью струну, вот зажатую на втором ладу. Щипнули. Теперь на четвертой струне второй лад. Снова ту же самую ноту, которую только что играли. Третью струну щипаем. Снова четвертую. Третью струну. Снова четвертую. Снова третью. Далее добавляем указательный палец на первый лад второй струны. Предыдущие пальцы можно не двигать. Одновременно щипаем вторую, третью и пятую струны. Далее третью струну, вторую струну. Снова третью струну, вторую струну. Снова третью струну и вторую струну. Пальцы продолжаем держать. Теперь одновременно щипаем четыре струны. Пятую, третью, вторую и первую. Отдельно щипаем вторую струну. Первую струну. Далее четвертую струну вместе со второй струной, зажатой на третьем ладу. Открытую вторую струну. И снова вторую струну, зажатую на третьем ладу. После этого 5 струну открытую вместе со 2 струной зажатой на 1 ладу. Второй лад на 3 струне. Щипаем 3 струну. Снова щипаем 2 струну. Она у нас зажата на 1 ладу. Открытую 2, открытую 6. Добавляем теперь указательный палец на 3 лад 1 струны и мизинец на 3 лад 2 струны. Значит 1 лад на 3 струне и 3 лад на 2 струне. Щипаем первую, вторую и третью струны. После этого перемещаемся снова, как мы начинали только что куплет, где реприза у нас была. Безымянный палец выставляем на второй лад третьей струны. Щипаем одновременно с пятой струной открытой третью струну. Теперь на четвертой струне второй лад зажимаем. Щипаем четвертую струну, снова третью струну и поехали. Четвертая, третья, четвертая, третья. Как видите, повторяется у нас рисунок, который только что разбирали. Добавляем дальше указательный палец на вторую струну, первый лад. Вот так вот, чтобы удобнее было. Щипаем одновременно вторую струну, третью струну и пятую. Далее по отдельности третью, вторую, третью, вторую, третью, вторую. Теперь одновременно четыре струны. Щипаем пятую, третью, вторую, первую. Далее вторую, первую. Мизинец ставим на третий лад второй струны. Открытую и четвертую одновременно со второй щипаем Открытую вторую и снова на второй струне третий лад После этого на первом ладу вторую струну зажимаем Щипаем вторую вместе с пятой открытой одновременно На третьей струне второй лад Открытые шестую и вторую струны щипаем На третьей струне первый лад И одновременно третью струну вместе с пятой На третьей струне второй лад зажат После этого щипаем шестую струну на третьем ладу зажатую отдельно Далее щипаем пятую струну на третьем ладу зажатую Уже переносим безымянный палец с шестой на пятую струну И наша задача теперь постараться продержать вот эту ноту до конца такта Не отпуская безымянного пальца, играем открытую первую струну На первом ладу зажатую первую струну На третьем ладу зажатую мизинцем Снова первый лад на первой струне Опять открытая первая Теперь третий лад на второй струне и первый лад на второй же струне. Обратите внимание, что безымянный палец мы не снимали, продолжали держать. Теперь вот этот такт, который только что мы с вами сыграли, повторяем один в один. Щипаем пятую струну, продолжаем держать безымянный палец, открытую первую, на первом ладу первую, на третьем ладу первую, снова на первом ладу первую, открытую первую, вторую струну на третьем ладу, вторую струну на первом ладу. Двигаемся дальше. Пятая струна, третий лад, открытая первая, первый лад на первой струне. Теперь на третий лад мы ставим на первой струне мизинец. И этим мизинцем, убирая безымянный палец, вот так вот раз и проскальзываем до пятого лада. Добавляем также еще на второй струне указательным пальцем второй лад и щипаем одновременно четыре струны. Первую, вторую, третью и пятую. После этого второй палец мы зажимаем на третьем ладу на первой струне. Теперь первый лад на первой струне указательным. Открытую первую струну. После этого щипаем четвертую открытую вместе с третьим ладом зажатую вторую струну. Дальше третья струна на втором ладу. Первый лад на первой струне. Открытая первая струна. Мизинец снова выставляем на 3-й лад 2-й струны Играем одновременно с 4-й струной открытой Теперь 2-й лад на 3-й струне у нас уже выставлен Далее на 4-й струне 3-й лад Зажимаем и большим пальцем правой руки щипаем 4-ю струну И теперь снова щипаем 3-ю струну Она у нас зажата на 2-м ладу указательным пальцем После этого безымянный палец перекидываем с 4-й струны на 6-ю струну на 3-й лад Щипаем 6-ю струну Третий лад на второй струне Открытую первую струну Первый лад на первой струне Одновременно четыре струны щипаем Четвертую, третью, вторую Плюс первая струна Четвертым пальцем на третьем ладу зажатая Вот эти четыре струны щипнули Первый лад на первой струне Открытая первая струна Третий лад на второй струне Теперь одновременно вторую и пятую струны щипаем На второй струне первый лад зажат На пятой струне третий лад зажат. Щипаем одновременно эти две струны. Открытую третью. Первая струна открытая. Третий лад на второй струне. Снова щипаем вторую и пятую струны. Они у нас вот зажаты на первом ладу вторая струна и на третьем ладу пятая. Далее второй лад на четвертой струне. Открытая третья струна. Открытая первая струна. Теперь одновременно первая струна опять с открытой шестой. Шестую стараемся не глушить Два раза щипаем вторую струну, зажатую на четвертом ладу Два раза опять-таки эту струну, зажатую на первом ладу И снова вторую струну, только уже открытую Два раза Теперь открытую струну, когда сыграли Второй палец зажимаем на второй, точнее не второй палец А здесь можно даже сразу третий палец На второй лад третьей струны И щипаем одновременно третью струну, зажатую безымянным пальцем на втором ладу И пятую открытую. Открытую шестую. Открытую пятую. Шестую струну открытую. На втором ладу зажимаем шестую струну. И вторым пальцем. И четвертым пальцем зажимаем четвертый лад шестой струны. Здесь у нас реприза с вами закрывается и мы прыгаем сразу же на седьмой лад. Помните? Точнее на седьмой такт. Помните, когда мы с вами говорили о том, что вот отсюда нужно будет повторить. Вот возвращаемся. Давайте медленно отсюда сыграем, начиная с седьмого такта. Субтитры сделал DimaTorzok И вот после этого момента, когда мы сыграли двадцать первый такт, мы прыгаем с вами сразу на вторую вольту, на две последних ноточки. Играем одновременно третью струну, зажатую на втором ладу, плюс открытую пятую струну. И на этом у нас данная композиция заканчивается. Надеюсь, вам понравился этот видеоразбор. Как видите, мелодия не сильно сложная и при приложении должных усилий она у вас вполне прекрасно будет звучать. Желаю приятных репетиций. На этом мы с вами прощаемся. До следующего видеоразбора. Желаю всего самого наилучшего. Здоровья, мира, добра, любви и всех благ. Благодарю за лайки и за подписку на канал. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok